Приветствую, братцы и сестрички! Портал exeged.ru отвечает на ваши вопросы. И очень непростой вопрос пришел к нам в студию. Если Бог не дает дитя, можно ли этим семьям воспользоваться суррогатным материнством или продолжать жить, как есть и надеяться? Я начну немножечко издалека. Церковь считает, что эмбрион — это полноценный человек. И ценность человеческой жизни, она вот как у эмбриона имеет свою полноту, так же и у взрослого человека. То есть для церкви нет разницы, что вы убили взрослого человека или что вы убили человека в эмбриональной стадии. И там, и там это будет считаться полноценным убийством. К чему я это говорю? К тому, что суррогатное материнство связано напрямую с экстракорпоральным оплодотворением, а эко ставят под угрозу человеческую жизнь на эмбриональной стадии. И по этой причине церковь против экстракорпорального оплодотворения. Это первая причина, почему церковь в том числе и против суррогатного материнства. Я уж молчу про то, что когда человек рождается, то он уже начинает воспитываться в очреве своей мамы. И тут получается такая странная картина. Суррогатная мать, которая знает, что она должна это дитя, которое у нее в животике, потом отдать другим людям, она по сути уже заранее от него отказывается. И какой будет ребенок, это уже потом большой вопрос. В любом случае, здесь получается ставиться на первое место именно желание родить своего, а не стать папой и мамой. Потому что если вы хотите стать папой и мамой, то пройдите школу приемных родителей, возьмите ребеночка и станьте папой и мамой. Ну или если есть вера, молитесь Господу Богу, и может Господь явит чудо, и у вас будет свой ребеночек. Но когда мы просто хотим родить своего, то, к сожалению, потом, когда ребенок появляется, вот это желание, что было именно только по-моему, что было только свое, оно, к сожалению, сказывается и в воспитании. И ребеночек обычно живет не очень счастливо, потому что родители не готовы любить и отдавать, а они хотят только своего и только забирать. Поэтому, если у вас нет детишечек своих, то помолитесь, соберитесь силами и восстанавливайте. Или молитесь Господу Богу, чтобы Господь все-таки явил чудо, и дал вам ребеночка, чтобы вы могли сами его родить. Но, подчеркиваю, церковь против экстракорпорального оплодотворения ЭКО и церковь, безусловно, против суррогатного материнства, о чем прямо написано в социальной концепции Русско-Православной Церкви от 2000 года. Моги Господь! Русско-Православная Церковь